Катя, я хотела спросить вот про это кимоно. Почему-то у меня представление о японцах как о невысоких людях. А кимоно, оно такое гигантское. Вот это вот связано именно с обрядом, то есть оно должно быть такое большое. Или это просто человек такой был? На самом деле, в данном конкретном случае это обусловлено технической конструкцией, она достаточно высокая, пришлось костюм немного вытянуть в высоту. На самом деле, вы правильно говорите, рост самураев, японцев, да, это метр сорок, метр пятьдесят. И это видно в нашей битве в первом зале. То есть мы сохранили этот аспект в самой экспозиции. Но здесь, к сожалению, немного нам пришлось отойти от стандарта. А что значит вытянуть? То есть это, я думала, это кимоно какое-то вот, настоящее какого-то конкретного самурая? Да, всё верно. Дело в том, что длина вверху, вы видите, куртка Хаори называется. Она достаточно длинная, она до колена. И поэтому за счёт этого мы смогли сварьировать длину тела. Только за счёт этого. А, то есть это из двух частей состоит? Да, да. Мне-то показалось, что это вообще сплошное такое вот кимоно. Нет, одевается сначала кимоно, потом что-то хакамо сверху. То есть просто надели вот на, ну, манекеном это не назвать, на стойку надели так, что как бы выше, чем у настоящего. Да, немного, немного именно из-за конструкции этого. Спасибо. А вот эти вот кинжалы, это настоящие все, да? Да, стоит понимать, что мы находимся в зале, который посвящён ритуальному самоубийству Сыпоку. И здесь вы видите некий ритуал. То есть на поле боя процедура происходила намного быстрее. И не столь изящно, как мы можем видеть это в церемонии. А здесь мы видим, когда самурай уже подошёл к этому осознанно. Вечером он мог встретиться с друзьями, огласить своё решение. Они выпивали саке, его все поздравляли с таким важным шагом и уходом из жизни. И здесь уже показаны те атрибуты, которые используются в ритуале. Это обязательно белое кимоно белого цвета. Когда принято считать в Европе, что белый цвет – это траурный, да, это некая половина правды, да, потому что на самом деле это показывает чистые помыслы самурая, который совершает это самоубийство. То есть он говорит, что всё, что он делает, это связано с небесами, с его уходом к высшему миру. Поэтому белый цвет – не совсем траур, да, вы видите, маленько другой аспект показывается. Ну и далее, вот видите, вот эти клиночки, да, при помощи которого совершалось самоубийство. Это либо специальное клинок, которое передаётся по наследству, он достаточно короткий, либо боевые клинки, как в данном случае вы видите в Акидзасе. Либо даже могли использовать очень длинный меч катана. Ну, вы их можете посмотреть. Катя, такой вопрос. Вот эти клинки, которые в витринах, они были в чьём-то теле? Всё, что вы здесь видите, оно подлинное. То есть уже использовалось, да, в этом? Да, есть некий важный, интересный момент. Прямо жутко. Что нужно учитывать, да, когда вы находитесь в музее и видите клинок перевёрнутый лезвием вверх, это говорит о том, что клинок познал кровь, он использовался в какой-то боевой момент. Если клинок перевёрнут, как, кстати говоря, мы видим с вами единственный меч на нашей выставке, который смотрит лезвием вниз, это храмовое оружие. Оно ни разу не познало крови, никогда не было этим осквырнено. Вот я не знала, теперь буду обращать внимание. А вот это что за ящик такой-то для... Ящик это специальная, как это, ну, специальная упаковка для доспехов, можно сказать. Всё мундирование господина складывается в этот ящик и несётся с лугами на поле боя, где уже господин может оплачиться в нужный момент. Как интересно! Спасибо большое!